Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – приоритетная и актуальная задача государства. Направлена она на обеспечение этим людям равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных законодательством. Какие же социальные гарантии предусмотрены для граждан данной категории? Как соблюдаются их права и как добиться справедливости в случае нарушения этих прав? Об этом сегодня пойдет речь в нашей программе и мой собеседник – заместитель прокурора Ленинского района города Самары Дмитрий Димахин. Здравствуйте, Дмитрий Петрович. Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Дмитрий Петрович, какие же социальные гарантии предусмотрены для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья? И вообще существует ли перечень таких мер соцподдержки, если да, где посмотреть можно этот перечень? В действующем законодательстве, в частности, федерального закона номер 181 о социальной защите инвалидов РФ, предусмотрен большой перечень гарантий мер социальной поддержки для указанной категории граждан, такие как сопровождаемое проживание инвалидов, реабилитационный комплекс мероприятий, медицинская помощь, обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, гарантии в сфере образования, жилищного законодательства, жилищно-коммунального законодательства, трудового законодательства, организации занятости, квоты при трудоустройстве. То есть я так понимаю, что меры соцподдержки касаются практически всех сфер жизни человека? Да, фактически в каждой сфере законодательство Российской Федерации ориентировано на то, чтобы лица с ограниченной возможностью предусмотреть равное участие в жизни общества для лица с ограниченными возможностями здоровья. Ну вот прозвучала такая формулировка «реабилитационный комплекс мероприятий». Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое и с чего состоит этот самый комплекс? Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета. В реабилитационные мероприятия включены восстановительная терапия, включая лекарственное обеспечение при лечении заболеваний, ставшей причиной инвалидности, реконструктивная хирургия, включая лекарственное обеспечение при лечении заболеваний, ставшей причиной инвалидности, санаторно-курортное лечение, предоставляем при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, обеспечение профессиональной ориентации инвалидов. Это может быть профессиональное обучение, переобучение, курсы, повышение квалификации. Профессиональная ориентация инвалидов – востребованная такая мера? Да, это является одной из более востребованных мер социальной поддержки инвалидов. А можете поподробнее об этом рассказать? Технические средства реабилитации инвалидов – это устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности. К ним относятся специальные средства для самообслуживания, специальные средства для ухода, специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией, специальные средства для обучения, образования и занятий трудовой деятельностью, протезные изделия, специальные тренажерные и спортивные оборудования, спортивный инвентарь, специальные средства для передвижения. Это вы о технических средствах реабилитации? Да, это технические средства реабилитации. А вот расскажите, каким образом определяется вообще необходимость получения этих самых ТСР, так называемых? Решение обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний. Виды реабилитационных мероприятий, необходимых технических средств реабилитации, определяются на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации, разрабатывая в бюро медико-социальной экспертизы. То есть организация, которая уполномочена этим заниматься, определением необходимости получения ТСР, это бюро медико-социальной экспертизы? Да, на основании, как правило, медицинских документов. Это может быть решение врачебной комиссии, которым инвалид был осмотрен, обследован. После прохождения врачебной комиссии документы, вероятно, подаются в бюро медико-социальной экспертизы, и там принимается решение, да? Да. Решение об индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Абилитация – это в случае с детьми, я так понимаю, маленькими. Вот скажите, вот эти индивидуальные программы реабилитации и абилитации имеют обязательный или рекомендательный характер? Индивидуальная программа реабилитации или абилитации для инвалида имеет рекомендательный характер, но вместе с тем лицо с ограниченными возможностями вправе самостоятельно решить вопрос обеспечения себя необходимым техническим средством реабилитации. Это что значит? Он вправе, лицо с ограниченной возможностью здоровья вправе самостоятельно решить вопрос о покупке себе дополнительного средства реабилитации, которым не было ему рекомендовано. Если сказать так, ну, удобнее, ему было предусмотрено кресло, инвалидное кресло, может быть, он захотел еще что-то к себе к нему прикупить дополнительное. Его никто в этом праве ограничивать не будет. Хорошо. Вот если инвалид самостоятельно, то есть за свой счет, приобретает какое-то техническое средство реабилитации, которое, как ему кажется, будет удобнее для него, полезнее, будет ли ему выплачена компенсация? Ведь он за свой счет приобрел. Компенсация будет выплачена в том случае, если это средство было ему рекомендовано индивидуальной программой реабилитации, либо абилитации. И если он либо приобрел за свой счет, либо государство ему в свое время не смогло предоставить, и он также приобрел за свой счет. То есть, если я правильно вас услышала, все-таки, несмотря на то, что эти индивидуальные программы имеют рекомендованный характер, оплачиваются государством именно те технические средства реабилитации, которые включены в этот индивидуальный план? Если человек решает приобрести что-то иное или в дополнение к этому, то это уже за свой счет? За свой счет. Если оно не было включено и рекомендовано. А если это техническое средство рекомендовано индивидуальной программой реабилитации, то государство все оплачивает. Тоже хорошо. Вообще, какие предусмотрены механизмы оплаты технических средств реабилитации? Расскажите, пожалуйста. В настоящее время предусмотрена возможность приобретения инвалидами технического средства реабилитации с использованием электронного сертификата за счет бюджетных средств. При этом, если стоимость технического средства реабилитации превышает предельную стоимость, предельный размер, определенного установленного порядка, инвалид оплачивает разницу стоимости за счет собственных средств без получения компенсации. А что такое электронный сертификат? Как он выглядит? Где? Как его получить можно вообще? Что это такое? Бумага это или как это все? Для этого необходимо обратиться в социальный пенсионный фонд для активизации вот этого электронного сертификата. То есть вот компенсация всех затрат, предусмотренных на покупку ТСР, происходит при помощи этого самого электронного сертификата? Да. Я так понимаю, что в пенсионный фонд может обратиться не только сам инвалид, но и лицо, которое представляет его интересы, осуществляет уходы. Да, для этого должна быть оформлена доверенность, установленная в законном порядке. Расскажите, что необходимо предпринять для получения технических средств реабилитации? Получение технических средств реабилитации представляет собой государственную услугу, предоставляемую фондам социального пенсионного страхования Российской Федерации, а также иными заинтересованными организациями, а следовательно является заявительным. Таким образом, необходимо заявление о предоставлении технического средства реабилитации, документ, удостоверяющий личность, либо документ, предоставляющий право действовать от имени указанного лица, заключение врачебной комиссии о нуждаемости данного устройства. А куда обращаться-то? В пенсионный фонд опять же? Да, в отделение социального пенсионного фонда. Опять же, либо инвалид, либо лицо его предоставляющего. Либо лицо, предоставляющее волосы. Может ли быть подано заявление на получение технических средств реабилитации через госуслуги? Сейчас мы привыкли уже широко использовать эту платформу, очень удобно, облегчает взаимодействие с теми или иными государственными органами. В этом случае как? Да, можно, конечно, воспользоваться еще сервисом государственной услуги. При подаче заявления о предоставлении технического средства через личный кабинет единых портал государственных и муниципальных услуг предоставление документов удостоверяющих личных в данном случае не требуется. При этом требуется представить сведения о месте пребывания и либо фактического нахождения лица, а также электронный образ заключения. Гражданин вправе по собственной инициативе представить документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета, а также индивидуальную программу реабилитации, либо абилитации, содержащую рекомендации по обеспечению техническим средством реабилитации. Давайте поговорим про сроки. В какие сроки, согласно действующему законодательству, вообще рассматривается данное заявление на получение технических средств реабилитации и, собственно, выдано, когда должно быть само это техническое средство? Срок рассмотрения заявления составляет 15 дней, а в случае подачи указанного заявления инвалидам, нуждающимся в оказании палеоактивной медицинской помощи, в 7-дневный срок с даты его поступления. По результатам рассмотрения заявители должны быть выданы или направлены по почте уведомления о постановке на учет по обеспечению техническим средством изделий, направление на получение либо изготовление технического средства в организацию, обеспечивающую техническими средствами, и списка организаций, отобранных фондом социального страхования. При наличии действующего государственного контракта высылается вместе с уведомлением о постановке на учет. А в какой форме обратившийся гражданин получит ответ на свое заявление? При подаче заявления указывается адрес проживания, по которому заявитель хочет получить ответ. Также можно указать адрес электронной почты. То есть это может быть в электронном виде ответа, либо в письменном виде ответа, да? Да, по желанию заявителя. А предполагается ли выдача каких-либо документов, которые дают право на получение ТСР? Я вот так скажу. При отсутствии действующего государственного контракта на обеспечение инвалидов техническим средством, в соответствии с заявлением, территориальный орган фонда социального страхования высылает направление на получение либо изготовления ТСР, то есть в бумажном виде, в семидневный срок с датой заключения такого государственного контракта. При этом извещение о проведении закупки соответствующего техническим средством должно быть размещено уполномоченным органом Единой информационной системы. В сфере закупок не позднее 30 календарных дней с датой подачи инвалидам заявления. Срок обеспечения инвалидов техническим средством серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в котором выдано направление, не может превышать 30 календарных дней со дня обращения указанной организации. А в отношении технических средств, датанных по индивидуальным заказам с привлечением инвалидов и предназначенных исключительно для личного пользования, 60 календарных дней. То есть отделение социального фонда также выдается в соответствующее направление. Направление. То есть вот документ этот, который дает право на получение или изготовление по индивидуальному заказу, это направление. Единственная разница, что сроки увеличиваются, если по индивидуальному заказу до 60 календарных. Да, в зависимости, если индивидуальный заказ, учитывая индивидуальные особенности лица с ограниченными возможностями, может быть предусмотрено также специальное устройство, предназначенное только для него. В таком случае, конечно, сроки увеличиваются для изготовления. А вот скажите, пожалуйста, в случае, если гражданинам оформлен отказ по каким бы то ни был причинам от набора социальных услуг, туда может входить и обеспечение какими-то лекарственными препаратами, путевки на санаторно-курортное лечение, о чем вы в начале программы рассказывали, бесплатный проезд к месту лечения. Вот если оформлен отказ от получения такого вида помощи, для получения технического средства реабилитации необходимо возобновить получение этих мер поддержки? Отказ инвалида от получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, предусмотренного федеральному закону государственной социальной помощи, не лишает этого гражданина права на обеспечение техническими средствами реабилитации на основании федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с его индивидуальной программой реабилитации, являющейся обязательной для исполнения органами власти, о чем уже давно свидетельствует сложившаяся судебная практика. То есть одно к другому не имеет отношения никакого, хочешь тут получай, хочешь тут получай, в общем полное право выбора, свободы выбора. Да, законодательство в этой части у нас, как правило, ориентировано на граждан, тем более на лица с ограниченными возможностями здоровья. Скажите, бывали ли в вашей практике случаи нарушения именно сроков обеспечения ТСР? Да, такие факты имеют место быть и, к сожалению, такие случаи нередки, это может быть вызвано большой очередностью. Длительность изготовления продукции могут привести к нарушению сроков. Так вот, например, в прокуратуру района обратила заявительница о нарушении сроков предоставления технического средства для реабилитации для ее несовершеннолетнего ребенка. В проведенной проверке было установлено, что между полномочным органом и организацией изготовителя заключен государственный контракт на выполнение работы по изготовлению вкладышек, учтенных в 2024 году. Согласно условиям контракта, исполнитель осуществляет работы по изготовлению и выдаче изделия получателя в течение 60 календарных дней с даты обращения получателя. При выдаче изделия исполнителям оформляется акт приема передачи изделия, который подписывается получателем. Вместе с тем было установлено, что 15 февраля законный представитель ребенка-инвалида обратился в полномочный орган к заявлению о предоставлении государственной услуги по обеспечению ребенка техническим средством реабилитации. Ей было выдано направление на получение данного изделия. Законный представитель обратилась в организацию изготовителя с указанным на направление 22 февраля 2024 года, о чем была сделана отметка на упаковке вкладышек. Таким образом, согласно положениям законодательства и условия контракта, ребенку должны были быть выданы технические средства реабилитации 22 апреля 2024 года. Вместе с тем, на указанную дату техническое средство реабилитации выдано не было. И было выдано лишь только после обращения в прокуратуру и вмешательства органов прокуратуры в данную работу. Ну вот хорошо, что органы прокуратуры вмешались. А удалось выяснить причину, по которой такая задержка произошла? Ну вот это как раз, как я ранее говорил, большая очередность. В принципе, это было вызвано этим. То есть, получается, объективные такие причины? Да, объективные. Но вместе с тем, это не освобождает организацию от ответственности. А какая ответственность, кстати, вот в этой ситуации? Штрафы, наверное, административка какая-то? В данном случае прокуратура района отреагировала внесением представлений у полномочия органов. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Вообще, Дмитрий Петрович, скажите, часто ли обращаются инвалиды или люди, которые представляют их интересы в прокуратуру Ленинского района с жалобами на нарушение своих прав? И о каких нарушениях обычно речь идет чаще всего? В прошлом году, по итогам 2023 года, в прокуратуру района поступило 23 таких обращения, из которых при 7 обращениях были приняты меры прокурорского реагирования. По состоянию на текущую дату, по итогам 9 месяцев, в прокуратуру района поступило 16 таких обращений, что в целом соответствует показателям прошлого периода. То есть, это примерно 1-2 обращения в месяц. В основном заявители как раз жалуются, что несовременно выдают им технические средства реабилитации. В данном случае органы прокуратуры проводятся проверки, принимается мерка устранения выявленных нарушений. Собственно, цифра вот этих нарушений остается такой неизменной, в общем-то. Ну, примерно, 2 обращения в месяц. Ничего не меняется. Контроль за соблюдением прав инвалидов, это, конечно же, одно из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры. Расскажите, как это на практике осуществляется ваша надзорная деятельность, контроль вот за соблюдением прав инвалидов? Кого проверяете? Как часто? Ну, как я уже ранее озвучил, проверки проводятся по обращениям граждан. Как правило, граждане жалуются, что несовременно что-то предоставляют. Также бывают поступают жалобы и поручения высшестоящих прокуратур о проверке учреждений на предмет доступности для инвалидов. Соответственно, в учреждениях должны быть установлены пандусы, подъемники для доступа маломобильных лиц, указанные помещения и здания. Вот по результатам проверок, такие факты выявляются, лица привлекаются к административной ответственности по статье 9.13 КОАП РФ. Также вносятся представления и понуждают организации установить пандусы, подъемники. Ну, вот также я хотел бы, может быть, еще один пример озвучить. Тоже прокуратура района поступила обращение инвалида первой группы о нарушении законодательства о защите прав инвалидов. В ходе проверки установлено, что на основании ее заявления и рекомендации индивидуальной программы реабилитации гражданином, она была поставлена на ученую, а также должна была быть обеспечена техническим средством реабилитации смартфон. Вместе с тем, данным техническим средством реабилитации она обеспечена не была, что послужило основанием для обращения прокуратуры района в суд в ее интересах. В данном случае мы были истцы в ее интересах, обратились в суд, и решением суда требования прокуратуры были признаны законно обоснованы и удовлетворены, а нарушения прав заявительницы устранены. То есть прокуратура представляет интересы, изучает интересы нарушенных прав инвалидов в том числе в судебном порядке. Давайте поговорим отдельно и подробно, какая ответственность предусмотрена за нарушение прав инвалидов. Вы отчасти уже касались этой темы, рассматривая конкретные примеры, а так вот просто перечислите. В целом у нас существует три вида ответственности. Гражданское, административное и уголовное. В соответствии с действующим законодательством. Гражданское правоответственность заключается в возмещении вреда, причиненному инвалиду гражданам, должностными лицами, государственными органами, органами местного самоуправления. Административное ответственность за нарушение прав свобод инвалидов, установленные отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Такие нарушения можно, например, статья 5.42 КОАП, это нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости. Статья 5.43 КОАП РФ, нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для специальных автотранспортных средств инвалидов. И вот о чем я уже говорил, статья 9.13 КОАП РФ, уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, предоставляемых услуг. Это перечень не исчерпывающий, также еще другие статьи. За самые серьезные нарушения прав инвалидов Уголовным кодексом РФ установлены и уголовные ответственности. К ним относятся нарушения прав и свободы человека и гражданина. Это статья 136 Уголовного кодекса РФ. Под дискриминацией понимается нарушение прав, свободы и законных интересов человека и гражданина в зависимости от ее пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения какой-либо социальной группы. Вот в том числе и группе инвалидов. Отказ в предоставлении гражданина информации статья 140 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение неприкосновенности частной жизни статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, что может быть выражено незаконным собиранием или распространением сведений о частной жизни лица, составляющего личную или семейную этану без его согласия. Статья 145 Прим. 1 УК РФ. Невыплата свыше двух месяцев зародной платы, пенсии, стипендий, пособий, причитающихся, в том числе и гражданам с ограниченной возможностью здоровья. Ну, перечень это можно перечитать на самом деле очень долго. Ответственности. Куда инвалид или человек, который представляет интересы этого инвалида, может и должен обратиться, если права на социальную помощь государства нарушены? Российская законодательство предусматривает широкие возможности для обеспечения нормальной жизнедеятельности лиц, имеющих стойкую утрату нетрудоспособности. Если проблемы не разрешены в учреждении государственной власти и управления, то инвалид вправе обращаться в суд с соответствующим заявлением. Но вместе с тем он также может обратиться в органы прокуратуры. С таким заявлением органы прокуратуры и проведут проверку. Если нарушения эти подтвердятся, то будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе и путем обращения в суд в интересах данного лица. — Вот тема доступной среды, которая непосредственно касается построения пандусов, это, конечно, очень важная тема. В городе большое внимание этому уделяется. Мне кажется, уже сейчас, собственно, по всем районам города, включая и Ленинский район, конечно же, по всем и аптекам, и каким-то магазинам, пандусы, ну, везде, видим, есть. Часто люди сталкиваются с тем, что нет пандусов в подъезде или на лестничных площадках. И я знаю, что бывают люди с ограниченными возможностями здоровья, их родные, выходят с инициативой самостоятельно установить этот пандус. Вот в таких ситуациях, если возникла такая инициатива, куда люди могут обратиться, и могут ли они самостоятельно или с кем-то, взаимодействуя с какими-то органами, решить эту проблему, если она существует? В такой ситуации следует обратиться в администрацию муниципального образования, в том числе, в Мутригородскую и Ленинского района, а также копию обращения направить, рекомендую, в прокуратуру района для обеспечения контроля, рассмотрения заявлений, поскольку у нас действующим законодательством на органы власти возложена обязанность обеспечения доступа лицам с ограниченной возможности в занимаемое жилое помещение. То есть, может быть, путем установки подъемного механизма в подъезд, либо пандуса, либо еще какого-то устройства, обеспечивающего свободный доступ лицу с ограниченной возможности в занимаемое им жилое помещение. В какой срок должен быть получен ответ на такое заявление из администрации? В соответствии с 59-м федеральным законом срок рассмотрения обращения у нас составляет 30 дней. 30 дней. Если реакция не последовала или отрицательный, возможно, какой-то ответ, совсем не тот, который ожидали люди, обратившись в администрацию района, какие действия? Следует обратиться в прокуратуру района, кратко описать суть проблемы, указать адрес электронной почты или адрес места жительства, по которому человек хочет получить ответ на заявление. И желательно, конечно, к общению, к обращению, приложить копии подтверждающих документов. Обращение в администрацию, ответ с администрацией, поскольку приложение указанных документов сократит время проведения проверки. У вас таких ситуаций по району не было? В текущем году не было. Ну и, дай бог, не будет. Будем надеяться на то, что об этих людях с ограниченными возможностями здоровья заботятся в достаточной мере. Конечно, мы принимаем все меры для восстановления их нарушенных прав. И всегда, если лицу его права нарушили, он может с использованием сети интернет обратиться с заявлением, не выходя из дома. И жалоба придет и будет рассмотрена лежащим образом. Наше эфирное время заканчивается. Дмитрий Петрович, я благодарю вас за разъяснение, за полезную информацию. Напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора Ленинского района города Самары Дмитрий Димахин. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...